Прием студентов на производственную практику стал давней традицией для многих крупных предприятий. Одной из форм подобной практики в России является формирование студенческих строительных отрядов на летний период. Это отличная возможность для будущих специалистов узнать профессию изнутри. Поддерживают эту добрую традицию филиал Россети Центр Тверинерго. Сейчас, например, в Тверинерго осваивают азы профессии 35 ребят. Традиционная работа студотряда в Тверинерго разворачивается в июле-августе. В течение девяти недель молодые люди трудятся наравне с работниками филиала. Практические азы профессии энергетика студенты постигают под руководством опытных наставников районов электрических сетей филиала. Я работаю с довольно понимающими людьми в этой сфере. Они все объясняют, помогают всегда. Когда ты учишься без практики, ты, может, что-то не понимаешь, а уже на практике, когда еще есть практика и знания, ты их применяешь. Это очень большой пользой оказывает нам. Многие из вчерашних участников студотрядов нашли свое призвание в энергетике. Сегодня они являются сотрудниками Тверинерго. Среди них диспетчеры, электромонтеры, мастера, техники, руководители управлений и участков службы подстанций. Анна Петрова – бывший участник студенческого отряда Тверинерго. Она работает в компании уже пять лет и является диспетчером участка распределительной сети в Центре управления сетями Тверинерго. Я отвечаю за оперативную ликвидацию технологических нарушений на воздушных линиях электропередач, трансформаторных подстанциях. Координирую движение бригад, объясняю направление, как быстрее добраться до места, чтобы устранить технологические нарушения. Работа интересная, нерутинная. Если возникают какие-то вопросы, то всегда можно обратиться к коллегам, к руководству за помощью. Для меня важно, что моя работа приносит пользу людям и что от моих действий зависит, как скоро у людей в домах появится свет. Олег Иванович Загорский – ветеран Тверской энергосистемы. Его стаж работы в энергетике насчитывает 49 лет. Он пришел в Торжокские электрические сети, тогда еще Калинин Энерго, в далеком 1964 году и прошел путь от мастера высоковольтного участка до начальника Торжокского района электрических сетей. Олег Иванович является родоначальником династии энергетиков. Сейчас уже его сын возглавляет Торжокский район электрических сетей, а внук трудится в Тверинерго электромонтером по ремонту воздушных линий электропередачи. Олег Иванович рассказывает, что многое в отрасли зависит от молодых специалистов. Именно поэтому в Тверинерго новые кадры готовят прямо со студенческой скамьи и охотно делятся с ними секретами мастерства. Я уважал эту профессию с самого начала, когда я пришел сюда. Я всегда ребят заставлял своими руками всех не сидеть там, читать им нотации, что работы хорошо, а прямо приходил на рабочее место и показывал сам вместе с мастерами, как нужно работать. Я относился к ним фактически. Я свою профессию любил и люблю до сих пор. У меня запись в книжке две. Мастер района высокого отнесения, одна запись и начальник РЭС. Все. Тверинерго практикует различные формы сотрудничества со студентами и молодыми специалистами. Здесь принимают студентов на производственную и преддипломную практику, проводят профориентацию школьников, дни открытых дверей. А для предприятия пополнение молодыми специалистами – это еще и новые идеи, необходимые для дальнейшего роста и развития компании. Сегодня здесь трудится 2715 человек. Более четверти из них – молодежь.